Всех приветствую, друзья, с вами Бер. Добро пожаловать на канал. И в этот раз мы начинаем проходить серию стартовых квестов компании Борген, добавленных в обновлении Катаклизм в 2010 году. Да, друзья мои, я наверстаю упущенное, а именно то, что я не затронул, будучи не играя вообще ни разу, ни одного дня в обновлении Катаклизм. И мне очень интересен лор Воргенов, лор как их, так и всего, что их окружает. Я не знаком, поэтому мне добавить больше нечего с ними. Но единственное, что я знаю, что они были добавлены в Катаклизм, и что они похожи на людей, но они обороты. У них мрачная, дождливая атмосфера. Красивые готические леса Хилсброда рядом с ними, если мне память не изменяет. И вообще мне очень импонирует вся эта атмосфера. Не знаю, где я был до этого, но сейчас, я думаю, время настало, поэтому не буду долго тянуть. Внимательно слушаем катсцену, потому что это гигантская часть, которую нельзя пропускать. Итак, начинаем, друзья мои. И напомню, что прохождение будет максимально полное, то есть квесты будем вчитываться, будем смотреть на то, что вообще вокруг нас окружает, то, что в мире происходит. Так что приготовьтесь, будет долго и интересно. Ну, и давайте посмотрим, что надо. Продолжение следует... Продолжение следует... ...осознают, что даже крепчайший из стен не сможет дольше сдерживать натиск нежити. Но тревожнее всего слухи о новой напасти, угрожающей королевству изнутри. О двуногих чудовищах, которые напоминают людей, но кровожадных, как волки. Кстати говоря, друзья мои, очень интересно и очень атмосферно. По поводу стены. Мы все помним эту стену, когда мы проходили стартовые квесты компании. Надо охранять периметр и все время держать двух стражников на воротах. Никого не впускать и не выпускать. Так точно. Все мы помним эти ворота. На самом деле я в конце прохождения стартовых квестов нежити очень много около них терся, потому что там были квестовые итемы, которых... Мы защищали Гилнеас от плети и во время восстания у северных врат. Мы защитим его от любой новой опасности, которая будет ему угрожать. Я рискую предположить, что речь идет как раз-таки о нежити. Вот, а принц Лиам Седогрев, естественно, он нам выдает задание. Как же здесь атмосферно, друзья мои. Давайте посмотрим на карту. Гилнеас, соборный квартал, собор Рассвета, Дороговая площадь. Надо охранять периметр, и все время держать двух страшников на воротах. Никого не впускать и не выпускать. Да, собственно говоря, вот Восточное Королевство, мы здесь. Так, подождите. Мы защищали Гилнеас от плети и во время восстания у северных врат. Мы защитим его от любой новой опасности, которая будет ему угрожать. Да, по привычке нашел. Все. Да, точно, друзья мои. Ого, кто-то тоже прокачивает персонажа. Ладно, поехали, приступаем. Стража приготовится. Мы не знаем, сколько сюда вторгнется солдат. Тотальная эвакуация. А ты что здесь делаешь? Разве ты не слышал про эвакуацию? Немедленно разыщи лейтенанта Вальдена, и он выдаст тебе дальнейшие инструкции. Найти лейтенанта Вальдена в северо-западном углу торговой площади. Надо охранять периметр, и все время держать двух стражников на воротах. Никого не впускать и не выпускать. Честно признаюсь, за людей я вообще никогда не играл. Толком. Толком были моменты на всяких фрешардах, но атмосферу и лор я никогда в них не проникался. Хотя очень бы и хотелось. Спойлерну, пожалуй, что следующее прохождение стартовой кампании будет именно людей. Но не так скоро. Поэтому пока мы не разберемся с этим, с этой кампанией стартовой, другой не будет. Надеюсь, в этот раз у меня будет все окей. Ибо в прошлый раз были траблы, и мне пришлось целую серию прохождений просто-напросто удалить. Что-то у меня не ладилось. Лейтенант. На трупе мужчины видны глубокие раны от когтей. Хм, странно. Дурной знак. Похоже, лейтенант скончался от нанесенных ран. И эту новость надо немедленно сообщить принцу. Вы слышите шум драки, доносившийся со стороны рынка. Вернитесь к принцу Лиаму Седогриву на торговую площадь. Бежим. А, это снова ты. Похоже, ты не из тех, кто прячет голову в песок. И это хорошо. Нам нужна твоя помощь, Валентай. Здесь повсюду воргины. И развергся ад. Воргины. Отец предупреждал меня, что создание верховного мага оругало безумели. Но откуда они взялись? Впрочем, наверное, это не имеет значения. Лучше помоги нам справиться с ними. Покажем им, из какого теста сделан настоящий Гилнер. Эвакуация торговой площади. Теперь здесь стало небезопасно. Даже разные стены не могут защитить от беды. Мы пытаемся не пустить воргенов дома, но их слишком много. И за всеми невозможно уследить. Помоги нам эвакуировать жителей в тюремный квартал. Армия моего отца сможет лучше их защитить. Хорошо. Помочь эвакуировать людей из домов. Хорошо. Хорошо. Как же атмосферно перевели его. Жесть. Это мне нравится. Это создание оругало. Он заманил их сюда. Гвен Армстед. У меня нехорошее предчувствие. Спасение припасов. Послушай, Валентайнс. Мы не можем допустить, чтобы все припасы были уничтожены. Сейчас, когда Гилнер отрезан от остального мира, мы не продержимся и зиму, если потеряем еще больше продовольствия. Пожалуйста, помоги мне спасти хоть что-то. Спасти четыре ящика с припасами. Довольно болтовни на сегодня. Хорошо. Будет сделано. Слишком далеко. Вон ящики. Надо собирать их. Соответственно, уже второй уровень. Неплохо. Не могу достать. Я в этом не сомневаюсь. Не сомневаюсь также в том, что у меня сосед сверху. Обезумел немного. Жесть. Впрочем, как и всегда. Я имею в виду, что обезумел в плане ремонта. Ладно, с юмором покончено. Продолжаем. Где же жители? Я не вижу дверь. Мне нужно войти. Необычно. Я не хочу умирать. Эвакуирую. Мне нужно подойти ближе. Не могу достать. Беги. Беги на тюремную площадь. Там солдаты. Они тебе помогут. Это что такое? Это баг. Знакомьтесь, друзья мои. Это баг. Жестко. Неожиданно. Не ожидал я похожего на официальных серверах. Ну вот так бывает, когда квест защитен. А моб. Уже не нужен особо. Не достаю. В принципе. Пожалуйста, не дай меня схватить. Я помню, с этим магом-оругалом у нас было кучу квестов. Я помню, даже вроде мы его как-то убивали. Я точно не скажу, за какую расу, потому что это было давно. Замок. 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 Все бесполезно, Валентайз. Они не сдадутся. Я думаю, сдадутся. Так держать, Валентайз. Благодаря тебе многие жители Геленесса доживут до завтрашнего дня. Глэн. Расскажи о себе. Да, спасены. Держи. Превосходно. Я отнесу его в безопасное место. Будь начеку. Лиан. За мой народ. Королевский приказ. Теперь тебе тоже пора уходить, Валентайн. Ступай в военный квартал вместе с остальными жителями. Как только пересечешь... Пере... Ту-ду-ду. Как только пересечешь мост, разыщи Гвен Армстерс. И узнай, все ли прошло благополучно. А я останусь здесь и буду прикрывать отход вместе со стражниками. Иди же, это приказ. Хорошо. Так, надо по мосту немного пройтись. Он здесь до сих пор стоит. Забавно. Ну, очень атмосферно. Мне эти кварталы очень нравятся. Гвен. Говори или проходи мимо. Королевский приказ. Мы в порядке. Все еще с трудом приходим в себя, но живы. Третий уровень. Неужели? Кто-то ищет тебя. Большинство жителей без проблем добрались до другой части города. Но оказалось, что здесь тоже водятся воргины. Мы намереваемся двигаться дальше, на юг. Как только пересчитаем людей. Кстати, чуть не забыла. Тебя искала какая-то женщина, некая Лорен. Кажется, она расстроилась, узнав, что ты уцелел. По-моему, она упомянула, что должна тебе денег. Поговорить с Лорен, укрывательницей в военном квартале. Угу, хорошо. Гвенармстерд говорит, чтобы выжить, мы должны держаться вместе и передвигаться небольшими группами. Прощай. О, это дождь. Как же я обожаю дождь в играх. И подобную атмосферу. Это, наверное, мне прилило еще со времен Диабло. Второй. Там много таких локаций подобных. Да и вообще готические атмосферы меня очень приманивают сильно. Ты с виду не поседа. Кто-то ищет тебя. Ой, привет. А вот и ты. Спасение в единстве. Боюсь, это все, чему я могу научить тебя сейчас. Когда воргины буквально дышат нам в затылок. Теперь нам надо присоединиться к другим беженцам и направиться на юг. Нам сообщили, что там нас ждет король Седогрив. Если мы будем держаться вместе, то сможем выжить. Особенно, если ты сможешь прицепиться к кому-нибудь посильнее. Поговорить с королем Геном Седогривом в военном квартале. Да здравствует Седогрив. Хорошо. Будет сделано. Как же здесь нереально круто. Король Ген Седогрив. Илнес восторжествует. Спасение в единстве. Ты правильно поступил, придя сюда. Если все жители Ген Седогрива будут держаться вместе, никакой враг нас не одолеет. Старые распри. Как только не называли лорда Дария Краули мятежником, предателем, террористом. До начала гражданской войны я считал его своим другом. Я не винил его за то, что он возглавил восстание против меня. Мы выстроили 30-метровую стену между его землями и Гилнесом. Но у нас не было иного пути. Как бы то ни было, сейчас нам нужен такой человек, как Краули. Проникни в каменную тюрьму и узнай у капитана Бродерика, где содержится Краули. Я бы послал одного из своих людей, но боюсь, наши старые распри могут помешать переговорам. Поговорить с капитаном Бродериком в каменной тюрьме, что в Гилнес. Хорошо будет сделано. Так, и лорд Готфри. Говори. Надо было бросить Краули в тюрьме вместе с этими зверюгами, говорит он. Ух ты, у соседа там опять... Довольно, я принял решение, Краули нужен нам, говорит Ген Седогриф. Попутное дело. Если король Седогриф просит тебя рискнуть жизнью ради предателя, это твое дело. Только сделай по пути что-нибудь полезное. Убей несколько вшивых шавок. Так, убить пять воргенов и стаи кровавых клыков. Понятно. Хорошо. А неужели тюрьма там? Как в тюрьму проникнуть? Ух ты, что-то у меня быстро мышка так начала двигаться. Саша, непривычно. Ну да, просто воргенов бить по дороге. Вон вход в тюрьму. Вот так полагаю. Мне нужно подойти ближе. Очень знакомый голос переводчика. Вернее, актер озвучки. Переводчик. Актер озвучки, конечно. Сначала нужно выбрать цель. Я не знаю, как его зовут. Отлично. Так. Вот военный квартал, каменная тюрьма. Капитан Бродерик. Слава Гилнесу. Старый Распи. Седогриф хочет спасти Краули. Неужели наш король сошел с ума? На крыше тюрьмы. Не знаю, почему король тратит свое драгоценное время ради спасения его шкуры. Но если ты хочешь рискнуть жизнью, твое дело. Не стану мешать. Краули и его люди сидят наверху. Строят заговоры против его величества. Поговорить с лордом Дарием Краули на верхней террасе каменной тюрьмы Гилнеса. Не спускай глаз с врага. Хорошо, переговорим с ним. Ты еще лет по таким лестницам не поднимался. Аж соскучился. Признаюсь вам. А сверху вид еще круче. Еще атмосферней. Я здесь надолго, это точно. Мы все преодолеем. Лорд Дари Краули. Вседай Гриф прав. Этим животным наплевать на наши политические дрязги. Гилнес должен объединиться. На расстоянии укуса. Один из этих вшивых щенков хорошенько зацепил Демпси. И его все еще нельзя переносить, пока кровотечение не остановится. Нам надо удержать позицию всего на несколько минут. Помоги нам дать отпор этим чудищам, брат. В течение двух минут сдерживать натиск воргенов на крыше тюрьмы Гилнеса. Ну хорошо, поможем. Слишком далеко. Не могу достать. В этот момент не хватает на массового скилла. Очень не хватает. Ну ладно, так уж и будет. Что-то мне подсказывает, что сейчас Демпси превратится. У меня нет цели. Мне нужна цель. Все, уже сделано. Лорд. Мы выполняем свой долг. Мы справились, Валентайнс. Это хороший парень. Будет жить. И все благодаря тебе. Братья по оружию. Послушай, Валентайнс. Я впервые с начала гражданской войны согласен с Седогривом. Пора забыть о наших разногласиях и начать все сначала. Этим зверям все равно, мятежник ты или нет. Передай Седогриву, что мои люди встанут на его сторону. Неподалеку отсюда, в подвале Джосаи, есть склад, где мои люди хранят кое-какое тяжелое вооружение. Скажи нашему королю, что мой арсенал в его распоряжении. Поговорите с королем Геном Седогримом в военном квартале Гилнеаса. Хорошо, доложим ему об этом. Люблю я иметь дело с королями. Это еще с времен Ведьмака 2-го пошло. Когда я проходил себя на канале. Если кто не смотрел, можете обязательно взглянуть. Это очень интересное атмосферное прохождение, где затронуты чисто только аспекты, связанные с сюжетом игры. Такая небольшая минутка рекламы своего же контента. Там я минимизировал остальное. Только квесты, только сюжетные линии. Впрочем, так же, как и здесь. Что еще? Попутное дело. Если бы я, собственно, глазами не видел, как ты расправляешься с этими блохастыми тварями, то в жизни бы не поверил, что ты способен выполнить мое поручение. Жаль только, что этим полчищем все наши усилия, как элеку дробина. Арсенал мятежников в моем городе? Что бы я им и всего святого затевал лорд Краули? Арсенал мятежного лорда. Арсенал, на котором упомянул Краули, это подвал в здании, которое находится на западе от этого места. Да, меня тоже беспокоит, что находящееся там оружие было пронесено в город врагами. Но сегодня оно может спасти жителей Гилнеса. Разреши Джосайю Авери и конфискуй оружие мятежников. Пусть это оружие послужит благому делу. Поговорить с Джосарией Авери в военном квартале Гилнеса. Понятно. А где она? Простите. Быть может, она в доме? У меня указано, что мы вроде здесь. Так. А. Ага, дверь в подвал. Точнее. Вот же. Необычно. Джосайя Авери. А я думал, это женщина. Чем порадуешь? Не смотри на меня, оставь меня в покое. Ну ты трус. Нас объединяй. А-а-а. Вас окусил Ворген. Рана пустяковая, только щиплет немного. Лорна Краули. Что там? Из тени. Он стал одним из них, да? Как мы можем сражаться с врагом, который может сотворить подобное с каждым из нас? Знаешь, для начала мы могли бы воспользоваться арсеналом моего отца. Плохо только, что повсюду на улицах скрываются Воргены. Возьми одного из моих мастифов. Они все обучены выслеживать этих тварей. Надо расчистить путь, иначе мы не сможем вытащить пушки на поверхность. Убить шесть скрытни и стаи кровавых клыков. Этот мастиф поможет тебе найти спрятавшихся Воргенов. Угу, понял. Так, атаковать скрытни. Не сдавайте баррикады! Не уступайте им ни клочка земли! Угу, он нам помогает. Интересно, я тысячу лет подобных интерактивных квестов не видел, поэтому я в восторге. Очень бодрое начало. Единственное, у меня сосед опять сверху немного обезумел. Сначала нужно выбрать цель. Боюсь, что я его покусил. А, покусал, покусил. Покусал, а... Мне нужно пойти ближе. ...прораб какой-нибудь. И он заразился духом ремонта. Веченого ремонта. Благо, на записи вы это не слышите. Крайней мере, должны не слышать. Слишком далеко. Вскрытие. Пас! Взять! О, к сожалению, я думаю, такое вы слышите. Так, ну ладно. Лор на Крауле. Превосходно! Я немедленно начну установку пушек. Послание Седогриво. Время пришло, Валентайнс. Дальше я справлюсь сама. Сообщи королю Седогриву, что арсенал моего отца в его распоряжении. Здесь достаточно пушек, чтобы отбросить воргенов отсюда прямиком в Северное море. Поговорить с королем Геном Седогриво в военном квартале. Будет сделано. Так, скрытие нет. Вали отсюда. А продолжим мы, друзья мои, уже в следующей серии. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оцените, комментируйте. Вступайте в группу ВКонтакте и жмите колокольчик, чтобы не пропустить оповещения о выходе новой, свежей серии. С вами был Бэр, Валентайнс. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok